www.mixnews.lv Мультимедийный информационный портал Друзья, телефон прямого эфира 672 12 93 9 Вы нам можете звонить в студию, если есть у вас какие-то вопросы И также напоминаю, что у нас работает видеочат на портале www.mixnews.lv С помощью него тоже вы можете с нами пообщаться И пообщаться также с нашим гостем, конечно Доброе утро! Хочу спросить сразу, чтобы пояснить Домский собор, наше древнейшее, самое крупнейшее в странах Балтии Сакральное здание, оно сейчас принадлежит кому? Латвийская в Евангелическом Литеранском церкви То есть полностью, да? А город, государство как относится? Вам надо немножко выразумевать Во-первых, если мы смотрим, есть ансамбль, домский ансамбль Домский ансамбль состоит из крестовой галерии На котором на втором этаже находится музей истории Риги и пароходства И есть церковь и домский сад И этот весь ансамбль, как сказать, разделен между двумя собственниками Один собственник, Латвийская ветеранская евангелическая церковь Это собственный собор Это собор и домский сад И второй собственник, это государство Латвии Персоны министр финансов Это музей истории Риги и пароходства И крестовая галерия А то есть городу Рижской думы ничего не принадлежит? Городу не принадлежит, да Ну, на самом деле, насколько я знаю, домский собор изначально выглядел же совсем иначе Вроде как там даже было две башни, правда ли это? Ну, давным-давно, когда только-только он появился Давным-давно, в 1211 году Абсолютно верно Да, но я хотел немножко уточнить Домский собор не самое старинное здание Построено из камня, которое сохранилось в Риге Если вы знаете, напротив церкви святого Петра Есть бывшая церковь святого Георга Это считается самое старинное здание Из камня, которое построено в Риге А сколько ему лет этому зданию? Она будет уже начать строить еще в 12 веку, да В конце 12 века, да Она, как сказать, это считается самое странное Но то, что мы говорим о домском соборе То, что вы спрашивали, как он выглядел Тогда было бы правильно с моей стороны сказать То, что мы видим сейчас Это создалось в 19 столетии Даже 100 лет назад Если мы посмотрим старые снимки Первые фотографии, которые у нас сохранились Из домского собора Тогда вы будете видеть, что там совсем иначе Там есть, во-первых Домский собор, как мы сейчас привыкли его видеть Со стороны домской площади Или со стороны Далга Он не был так хорошо виден Площади не было? Там не было ни площади Это такой большой площади Гердера И не было домской площади, да А получается, что домской сделал Карли Сульман Из 1934-х годов? В 1930-х годах, да Да, он сломал там все И поэтому, как сказать Даже, ну, этот внешний облак был совсем другой И если мы зашли внутрь В то время, то, что мы видим в фотографиях Там тоже, там Это несравнимо Скажем так Визуально-эстетическое То, что видели люди 19-го века Несравнимо с тем, что видим мы Ну, у нас-то сейчас, понятное дело Все гораздо ярче и лучше Нет, нет Нет? У нас, наоборот, не пусть все Так и уже обветшало Нет, нет, нет Гораздо ярче И, скажем так, было Ну, где-то лет 200-300 лет назад Это трудно верится Но в 18-м веку Был последний раз, когда Была расписана Вся домская церковь, все своды Домская церковь были расписаны Все колонны были расписаны Это был, ну, конец 17-го, начало 18-го века А почему нельзя, скажем, восстановить Вот до того уровня Если тогда было ярче и красивее Ну, скажем так В реставрации всегда есть разные концепции Что мы реставрируем И такая концепция была И, скажем так, в реставрационных работах Которые были в конце 19-го века Начало 20-го века Тогда у них была, так сказать Очень простая концепция Ну, не скажем простая Но у них была твердая основа Что они хотят создать Они говорили так Мы должны вернуться к основам домской церкви Это означает, что романика, готика И все, что было немножко попозже Борок, классицизм Это все удалилось с церкви Поэтому мы знаем, что от этих записей Реставрации 19-го века Что они открыли эти росписи на сводах Но они их просто, как сказать, убрали Да, так они пишут То их там вообще нету Даже под низом Мы не знаем, сколько тщательнее они были Либо они все убрали Либо что-то сохранилось Чисто случайно, что они не нашли или что Но по большому счету Они искали романику и готику Но романика и готика Под этим слоем больше не было Она уже не была Тогда уже сохранена И поэтому получалось, что есть некоторые фрагменты И когда заходят церковь на средний миф Тогда вы можете видеть Поверх колонн начинаются Это маленькие колонны На которых есть немножко росписи Там геометрические росписи Это то, что они нашли И что удалось людьми найти из готического периода Но это все А если посмотрим, например, фотографии еще 19-го века Все домские колонны были покрыты искусственным мрамором Да, это чисто сохранить Но это мрамор, конечно, он появился в домской цепи Мы считаем где-то, ну, 17-го века А насколько много сохранилось старых каких-то фотографий, описаний По которым можно руководствоваться сейчас? Ну, не будет больше 100 Не будет больше 100, скажем так, фотографий А современные вот реставраторы Они что-нибудь интересное обнаружили в процессе реставрации? Ну, если мы говорим об этом периоде, в котором мы сейчас Последние два года, когда мы работаем Ну, не скажем, что мы нашли что-нибудь такого очень-очень удивительного Что открыло бы какую-нибудь новую страницу в истории Домского собора Нет такого, к сожалению, нет Но это можно легко понять Потому что, начиная с 19-го века Реставрационных работ были, скажем так Три огромные работы, которые происходили в церкви А вот у меня такой вопрос А почему Домский собор в такой низине стоит? Там же какая-то история с посыпанием, я знаю, улиц Чтобы не было каких-то наводнений и так далее Я помню, что раньше, в детстве даже моем, извините Домская площадь была больше, вот этой ямы не было Она подходила непосредственно на площадь к самому, к собору И там, значит, было видно, что там такой ров Что она стоит, такое ощущение, что собор Или собор опускается, или наоборот Ну, собор ниже уровня Или земля поднимается То есть он был выше раньше, собор Ну, собор не был выше Ниже была улица города Нет, но с точки зрения человека Он указал, что собор выше Ну, конечно, проблема была, это мы и читаем в хрониках Домского собора В Риге была проблема с наводнением, как сейчас в остальной Латвии, что мы читаем в каждой весне И опять будет обещать Да, да, это то же самое было в Риге Да? У нас есть, как сказать, хроники, которые сохранились, где описано, что можно сказать, ну, каждое второе весно церковь была затоплена Да? И, конечно, чтобы, как сказать, поднять уровень города, чтобы не было этих проблем, каждой весной этот уровень был искусственно, как сказать, создан, возвышен, да? Ну, конечно, церковь осталась в том месте, когда она была начата строить И поэтому сейчас нам кажется, что она ушла немножко, как сказать, вниз Но нет, это искусственно созданный уровень, чтобы Рига, как сказать, каждую весну не потерпела в водах То есть Рига была ниже когда-то? Ну, да Если прям проникала вода в храм, прямо, значит, доходила там до какого-то алтаря, затоплюла Уже если там плитка 1709 года, ну, там будет где-то до середины человека уровень воды показыван Человеческого роста Да, и там надо еще учесть, что эта плитка там стоит со временем, когда было еще, можно было хранить людей в церкви Это означает, что уровень пола был еще метр, ну, не скажем метр, но полметра Вот я хотел об этом спросить, сколько могил и захоронений в Домском соборе обнаружено, и сколько есть? Много? Ну, если мы говорим о Домской церкви, мы говорим о трех кладбищах Целые кладбища? Да, да, там все на дворе А в самом церкви, под плитами? Нет, ну, это я говорю, мы говорим о трех кладбищах Одна кладбища, это так называемая зеленая кладбища Это было то, что мы сейчас называем Домский сад, да, и потом серая кладбища Это была часть Домской площади возле Домской церкви и сама церковь тоже как кладбища И, как сказать, и эти кладбищи, они били, как сказать, людей там хранили до 1755 Хранили вообще всех или там какой-то знать? Ну, прихожанин, конечно Прихожанин, да? Каждый прихожанин хранился в своей церкви, да То есть, типа, вот даже простой человек, не какой-то ни барон, ни бургоместер, а просто мог нам быть похоронен То, кто был прихожанин в Домской церкви, да Ну, а вот сейчас получается, что это серое кладбище, оно находится на территории Домской площади? Ну, оно находится на территории Домской площади, да То есть, получается, что, по сути дела, люди сейчас... Нет, там есть яма такая Это уже в 80-х годах археологии это уже изучали У нас, друзья, мы ждем звонков, телефон прямого эфира 6-7-2-12-93-9 Звоните нам, пожалуйста, в студию, если есть у вас какие-то вопросы А я еще хотела спросить, вот, скажем, перед началом работа по реставрации Вообще, в каком году они начались? Ну, последний, я имею в виду Ну, этот проект Европейского Союза, он начался в 2011 году Ну, вот вы перед началом этих работ, вы подозревали, что они будут, может быть, скажем Ну, будет у них определенная степень сложности А когда уже приступили к делу, то поняли, что Домский собор находится в худшем состоянии, чем вы думали Или, наоборот, в лучшем? Ну, скажем, там есть немножко иначе В 2005 году, когда была возвращена церковь, Евангелическая Церковь Было создано, скажем так, Домское управление Управление Домского собора, в котором есть отдел реставрационных работ И постепенно мы изучали эти проблемы Домского собора Так что мы не можем сказать, что мы начали только в 2011, в 2010 году Более уже в этом 2010 году у нас уже была программа реставрационных работ Было уже ясно, что мы должны идти постепенно, да Потому что объем работ очень огромен И что тоже ясно, что с этим проектом ничего не кончается Да, это мы можем говорить, что мы только начинаем реставрационных работ И, если так говорить, ну, по сравнению с другими кафедральами в мире Это, ну, нормальный подход Потому что, ну, во всем мире нигде не реставрируется кафедраль Один-два года и все заканчивается, да Потому что эти здания стояли 800-1000 лет, да Конечно, были разные времена, разные приемы постройки, разные стройматериалы И, конечно, это все влияет на, как сказать, на конструкции этих зданий Например, тоже Домский собор Вы спросили, как он выглядел Скажем так, до 1547 года Башня Домского собора Считается, что она была самая высокая башня в Риге И там была... Сейчас даже сложно поверить в это Да, да, да И там была... Она была 140... Под подсчетом 140 метров, да Скажем так Церковь Святого Петра сегодня 121, да И то, что интересно, что там была эти... Шпиль И окончание кладки совсем другая И после пожара 1547 года они построили еще двух этажей Эту кладочную часть выше, да И интересно то, что они построили Это используя всех материалов, которые у них было под рукой в то время Это означает, что там есть и кирпич Там есть разные кирпичи Там есть обыкновенные доломы Там есть разные породы доломы Там есть архитектурные детали Но сегодня мы говорили, что... Мы можем говорить, что они построили, ну, как сказать... Ну, из второго сорта материала, да Но в то время это считалось как нормально И, конечно, эта проблема, которая заложена уже постройкам 16 века Она существует до сегодня Друзья, а нас тут спрашивают, есть ли какие-то легенды, связанные с собором Но мы к этой теме вернемся после новостей Напоминаю, что у нас сегодня в гостях Рональд Лусис Руководитель реставрационных работ Домского собора Небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим не переключайтесь Друзья, мы продолжаем программу «Утро на болткоме» Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Рональд Лусис Руководитель реставрационных работ Домского собора У нас был вопрос от нашей радиослушательницы Которая интересуется, есть ли какие-то легенды, связанные с собором Например, привидения какие-нибудь или что-то из этой... Не встречали там привидений? У нас еще на земле привидений нет Есть легенды, конечно, есть эти легенды, которые уже документированы уже, ну, где-то больше сто лет Это легенда, как сказать, домских погребов и золота Ну, чисто типичная легенда, что приходит ночью, спрашивает ключи, потом идет где-то и там есть... Не приходит? Нет, нет И что там есть где-то скрыто золото Есть такая легенда, и вторая легенда, которая, ну, можно более известна, что касается двух сторон петушка, что одна золотая, одна черная Да, кстати, это легенда? Ну, нет, это даже не легенда, это только, ну, так давно старо уже, что это... А вот, скажем, говорят, что вот на церкви Петра петушка восстановили как флюгер с поворотным механизмом, а на Домском соборе... Он всегда такой был, я его даже не знаю, он бы рассказывал, он показывает Не работал просто Нет, он в Домской церкви, он работал, все время работал Да, да, и что, его и поворачивается? Конечно, да, да, только есть немножко, ну, то, что мы сейчас видим наверх в Домской церкви, это копия того петушка, которого поставили в 1596 году А настоящий внутри лежит? Настоящий внутри Домской крестовой галерии Но в 1984 году был поставлен копий этого И сейчас он позолоченный с двумя сторонами, но если вы будете смотреть на крестовой галерии, вы будете видеть, что одна сторона золотая, а другая черная У нас слушатели интересуются, почему петушок на спице, а не крест? В ответ, скажем так, мы, как сказать, сейчас даже живем в это время Это петушок как символ Чтобы мы не заснули, чтобы мы были на чеку все время Помните, там есть многие, скажем так, истории из Библии, да, чтобы напомнило нас, что было сказано, что даже три раза не успеют Ну да, память о падении апостола Петра, которому Христос сказал, не прокричит петух, ты раз от меня отречешься Так и случилось, петух прокричал, и Петр как раз вспомнил вот эти слова, да Это такая библейская легенда И это идет как символ, чтобы мы об этом помним, что все время приезжали и были на чеку Ну то есть это тоже библейский символ У нас есть звонок, тем временем, надевайте, пожалуйста, наушники Здравствуйте, доброе утро Доброе утро Господин Лосис Вот все раннее детство, возраст 5-6 лет Меня и многих там местных ребятишек очень волновало и будоражило тайна двери Старинные двери с кованой ручкой, которая расположена в здании в левой части как бы Домского собора В сторону я, он ел одноэтажное здание И вот это старинные двери Мы были маленькие, подходили к этой двери Трогали ее, смотрели в замочную скважину, которая была очень большая И даже нюхали воздух, который оттуда можно было почувствовать И он пах буквально тайный веков Что там было? И еще один вопрос Вот под домами улицы Тырганю подвалы И частично там были такие замурованные тупики Это действительно, что как бы соединялись эти вот подвалы и с Домским собором? Спасибо Спасибо, очень интересный вопрос Двери и подземные ходцы, Домский собор По подземным ходам Я сейчас отвечу, и я по двери не точно понял Какие двери эти думаете Но то, что касается подвалов в Домской церкви Конечно, есть очень много Те легенды, которые я рассказывал Что есть легенды, что они там были Чисто то, что фиксировано в архивах Мы знаем, что бил ход от Домской церкви До замка епископа Который находился рядом с Домской церквью Такой ход документирован, что он такой бил Просто сегодня никто не знает, где он находился То, что мы можем говорить о подвалах под Домской церкви Мы можем говорить Да, у нас есть один подвал Когда вы заходите в Домской церкви И спускаетесь вниз по лестницам Под этим лестницам есть подвал Он из 19 века Но других подвалах у нас нет Так то есть подземелья нету? Нет А тогда придем сейчас на крышу Крыша это самая тяжелая, как я понимаю Сейчас в реставрации Скажем так, была самая большая проблема в реставрации Домского собора до, скажем так, ну, прошлой зены Да, потому что это была самая первая работа, которую мы начали в этом европейском проекте Европейского союза И эта работа уже закончена Так что реставрация Конструкции Домского собора Среднего Неппа Реставрация закончена, сделана очень хорошо И там больше нет никакой опасности То есть не протекает ничего больше Там не протекает Там все сгнилые конструкции Протезированы С новыми Там работа очень хорошо выполнена И с этим мы очень-очень довольны Но то, что мы говорим, что сейчас То, что у нас волнует Это Конструкции башни Да И То, что мы говорим о том, что мы должны Сейчас, мы работаем сейчас над проектом Реставрации башни Домского собора Да И Мы надеемся, что тоже В течение В следующих двух-трех годов Мы можем закончить И там будут часы бить? Там предусмотрено, что Должна быть Установлена Галерея Колокола Да Ну, звонница Да У нас еще есть звонок Назевается наушники Здравствуйте Доброе утро Как вас зовут? Ну, это Опять Слушайте Да Так где находится дверь? Объясняйте, пожалуйста Конкретно Я вот объясняю Что там хранилось Что там хранилось Что это за тайна Спасибо Спасибо А сейчас поняли? Ну, я понял Ну, это Что она говорила Полукругленная форма Это будет Как сказать Это и будет Сами части церкви Это не будет Никакие другие здания Это будет Сама церковь Только Там была проблема Не проблема Там была история Такая, что В 18 веку Алтарную часть Как сказать Сделали Двухэтажной Да Там Поставили еще Один пол И там была дверь В которой Можно было Попасть Под эту Алтарную часть И там было Скажать В то время Там было Чисто Для хранения Разных веществ И продуктов И так далее А вот Приходилось Было такое сообщение В прошлом году Что в Донском соборе Будет сделан Новый витраж В котором Будут отражены События Баррикадных дней Вы слышали об этом? Ну, это Работает Над этим проектом Работают Наши Как сказать Партнеры Организации Манс Дон А в каком окне Это будет? Это будет Как сказать Будет Первое Окно Ну С Домской площади Это будет видно А сейчас там что? Сейчас там нет витражей Там есть Объекновенное Объекновенное Окно Но Там Если В церкви В церкви Это будет Капелла Богослужения И когда Сразу заходится Церковь На правой стороне С той стороне Да Там сразу Будет Это Будет Там у нас Каждое утро Происходит Богослужение Восемь часов И это В это Капелла И будет То есть Работы над этим проектом Ведутся? Да А вы видели этот проект? Как это будет? Его можно видеть в церкви Можете приходить к нам И там У нас есть Там был целый конкурс Там было Где-то Более Двадцать Двадцать В разных Проектах И там была Целая комиссия Которая выбрала Именно этот проект И в церкви У нас есть Поставленным Можно Можно Посмотреть На него Можно Посмотреть Даже Все Двадцать Которые Были Там Представлены На конкурсе Если Там И победить Можно Это все Видеть В церкви Как это Проект Ну а вот Вы Саму Идею Поддерживаете Одобряете Я имею Ввиду Отражение Ну а то Или что-то Новое Ставить В церкви Потому что Да Не Мне кажется Что Эти скамейки Новые Концертные Они Как-то Уже Портят Образ Видите В Домском Собор Есть Такая История Что Во-первых Витражи Которых Мы Так Привыкли Которые Нам Кажется Очень Старые Они Сто Лет Витражи Средних Веков Которые Ну Людям Кажется Что Это Есть Но Там Скажем Так Витражи 19 Века Которые Были Подарены Жителям Риги Да Рижские Раты И Которые Показывают Основные Скажем Так Там Есть Цикл Витражей Которые Показывают Основные Собития В истории Домской Церкви Города Риги И Скажем Так Латвии Да Так Что Мы Можем Говорить Об Этой Витражи Как О Традиции Что Мы Идем Дальше Через 100 Лет Тоже Самая Традиция Которая Там Была Надо Помнить Что Южная Часть У нас Были Витражи Но Они Пропали Второй Мировой МН Так Что Есть Так Скажем Так Может Не Законченное Дело По Витражам Так Что Надо Смотреть Это Как Продолжение Традиции Еще Мы Звонок Принимаем Один Наушники Надевайте Здравствуйте Доброе утро Доброе утро А вот У меня Такой Вопрос Каким Образом Застройка Вблизи Исторических Зданий Влияет На Состояние Этих Зданий Я имею Ввиду То Что В 2007 2008 Году На Домской Площади На месте Сквера Рыли котлован Под строительство Гостиницы И там Работала Копра И вот По стенам Блистоящих Зданий Пошли Трещины Вот Как Это Повлияло На Состояние Домского Собора И вот Сейчас Возле Церкви Петра Обнесен Участок По строительству Гостиницы Как Это Может Повлиять На Здание Музея Декоративно Прикладного Искусства Вот Этот Вопрос У меня Тоже Да Вот Насколько Это Возможно Почему Разрешают Вот Так И как Это Да Плохо Поблеять Не будет Видно Музея Совсем То Что мы Можем Говорить То Что Было В Домском Соборе У нас 2006 Года Есть Наблюдение Магистральных Как Сказать Трещин С Конструкции Домского Собора И мы Наблюдаем За Движением Пиластеров Да Мы Можем Говорить На Домском Соборе Идет На Домской площади Большие концерты С очень большой Сильной Аппаратурой Да Что Витражи Буквально Они дрожали Да У нас Был такой Случай Ну так Это же Опасно Вообще Конечно Это опасно А тем не менее Мероприятия Все равно Проходят Регулярно Нет Или Или какие-то Ограничения Были Там есть Ограничения По поводу Звука По мощности Звука Конечно Там есть Такое Ограничение Мы За этим Наблюдаем Чтобы Не было Проблем И Конечно Там Ну Конечно Там Есть Такое Ну Скажем Так Проблема То Что У нас Есть Концерты Концерты Классической Музики Да И Там Есть Кафе Если Они Поставили Слишком Слишком Громко Музику Тогда Там Есть Как Сказать Йоханн Себестен Бах Вместе Сказать С рок Но С этим Тоже Более Менее Там Есть Такое Сотрудничество С Этим Окружающим Как Сказать Кафе Чтоб Ну Они Не мешали Когда Есть Концерты Когда Есть Мероприятия Донской Церкви Так что Ну Это Не Происходит А Сколько Денег Выделено На Всю Эту Реконструкцию Мы Не Можем Говорить Что У нас Видели Денег На Всю Реконструкцию Да Потому Что У Есть Конкретные Проекты На Которых Есть Конкретные Денег Но Церковь Выделила Но Если Мы Смотрим На План Реставрационных Работ Домского Собора Который Где-то Ну Поблизости Еще Предусматривается Восемь лет Да Вся Общая Сумма Ну Била Где-то Ну Почти Почти 36 38 Ну 40 Миллионов Плат Скажем так Это Кто Выделил Европа Это То Что Ну Это Не А Церковь Выделила Сколько Это Церковь Во-первых Церковь Сама Как сказать Она И Работает Над тем Чтоб Били Человек Который Работает Над Реставрацией Это Все Оплачивается Церковь И Можем Сказать Что Во всех Реставрационных Работах Которые У нас Била В Домской Соборе Ну Где-то Ну Более Там 20% Даже Более Она Оплачивается Церковь Так что Скажем Так До этого Европейского Проекта Мы Посчитали Что Церковь Ложила Ну Скажем Так Ну Где-то Ну Не помню Цифр Но Довольно Большую Сумму Ну Там Миллион Два Да Да Где-то Реставрация Домского Собора В августе 2013 Года Насколько Я понимаю Вам нужно Сдавать Этот Проект То есть Он должен Будь Закончен Как Вы Планируете Удастся Закончится И что Еще Останется Сделать Восемь лет Нет Там Просто Разбито По проектам Это Конкретно Ну Как сказать Если Есть Проект У нас Начало И конец Конкретное Время Конкретные Деньги То Что Если Мы Говорим О всем О большом Плане Так Он Такой Довольно Длительный Довольно Дорогой Но Этот Конкретный Который Происходит Они Должны Будь Закончены В августе Этого Года И Там Сумма Всем Ясна 4 Миллиона Лат А Вот Может Вы Можете Рассказать Что Было Сделано В процессе Именно Этого Проекта По Реставрации И Как Я Уже Сказала Успеете Либо Сдать И Закончить В августе Именно Или Все Таки Могут Быть Какие Подвижки Там Плюс Минус Во первых То Что Уже Закончено Это Реставрация Деревянная Конструкция Среднего Неха Реставрация Деревянных Конструкций Боковых Нехов И Смена Кровленого Покрытия Это Мы Все Хорошо Видим Это Часть Которая Закончена По Большому Где-то 85-90% Закончены Реставрационные Работы Фасадов Да И То же Самое Уже Закончено Почти Полностью Реставрационные Работы Витражей И Окнов Да И И Трех Помещений Внутри Церкви Капитульный Зал Сокрестей Боктисерий Они Тоже Ну Почти Закончены То Что Нам Осталось Что Сделать Это Скажем Так Две Каналы Один Канал Восточной Части Церкви И Один Канал На Домской Площади Чтобы Мы Сделали Ограду Чтобы Вода Не поступала Скажем Ко Грунтовой Воды Не поступали Свободно В конструкции Домского Собора На сроки Уложитесь Ну Мы думаем Что Да А сам орган Он как бы Нормальный Его не надо Ничего Не реставрировать Ничего Орган Как музыкальный инструмент Или это же Ну Это не по вашей части Это по нашей части У нас Просто Этот вопрос Очень часто У нас задается Потому что Если вы зайдете В церковь Вы посмотрите Наверх Где должен быть Орган И что вы там Увидеть Леса И потом Посмотрите Что Там В одной капелле Стоит Трубы Органные И у нас Даже Был Случай Когда у нас Туристические Фирмы Писали Что вы поставили Нам Запись Что трубы Стоит Там Ненастоящие Трубы Но нет Те трубы Которые стоят Это Эти трубы Из органного Проспекта Органный Проспект Сейчас Находится В реставрации Уже Довольно Далеко Но То что касается Самого Органа То что У нас Есть Мастера Органные Мастера Два Человека Которые Каждый День Этим Занимаются Что Они Следили За Органом Чтобы Он Был Чтобы Он Мог Играть Конечно В этой Зимой У нас Было Побольше Побольшие Работы Может быть Видели Что Где-то Скажем Так Две Назад Был Первый Органный Концерт После Перерыва Там Было Две Три Месяца Перерыв Чтобы Были Большие Работы По Чистке Органа Что Там Делались Самые Работы Которые Требуют Чтоб Был Частично Разобран Орган Так Что Сейчас Мы Ждем Весну И Будет Нормальный Органный Концерт Уже Происходит И Все В Порядке Сейчас Вот У меня Последний Такой Вопрос Может быть Приобретаются Закупаются Для Реставрационных Работ Они Закупаются Где То есть По большей части Местное Что-то Вы покупаете Или Все-таки Приходится На заказ Что-то Брать То Что Касается Реставрации Деревиальной Конструкции Дерево Местное Это Из Латвии То Что Касается Медяной Крови Это Не Местное Латвия Не Производится Это В данном Случа Это Немецкое То Что Касается Растворов Реставрационных Там Есть Сязышие И Есть Местное И Из Чехии Если Я правильно Помню Но Конечно Заполнители Минеральные Материалы Это Местные Так Что По-разному Не скажем Что Все Местное Или Все Привяженное Хорошо Спасибо Вам Огромное Что Вы К нам Сегодня Заглянули Я Напомню Что У нас Был В гостях Ронал Клусис Руководитель Реставрационных Работ Домского Собора Но Так Как Вы Сказали Что Еще На Притяжении Восьми Лет Планируются Какие-то Реставрационные Проводить Я думаю Что Вы Не Последний Раз В нашей Студии Находитесь Будем Приглашать Спасибо Большое Было Очень Интересно Ну Что Друзья Нам Сейчас Пора Уже Почти Перейти На Новости И на Рекламу Перед Этим Хочется Сказать Что Бел